Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров подробно рассказал об основных планах территории, для реализации которых необходимо участие области. Губернатору были представлены объекты, каждый из которых детально проработан и имеет максимальную стадию готовности для включения в федеральные и областные программы. Сделали акценты на определенные объекты, нашли поддержку Сергея Игоревича Левченко в этих вопросах. Это и завершение строительства школы, это и строительство поликлиники в МИГЭТе. И поэтому, на мой взгляд, обсуждение бюджетной заявки было очень своевременно, полезно и продуктивно. Также среди приоритетов капитальные ремонты Дворца культуры Лесник в микрорайоне Китай и средней общеобразовательной школы номер 38. Открытие губернаторского лицея для одаренных детей на базе бывшего профессионального училища номер 8. Также при консолидированном бюджете городской округ не в силах справиться с реализацией данных проектов в одиночку. Необходима значительная финансовая поддержка. Только на завершение строительства школы в 7-м А микрорайоне требуется около 900 миллионов рублей. На днях получено положительное заключение экспертизы. Весь пакет документов готов. Теперь необходимы денежные вливания. Завершение многолетней истории с долгостроем образовательного учреждения ждут тысячи ангарчан. Руководители обсудили тему включения ангарского округа в государственную программу Иркутской области развития дорожного хозяйства в части строительства дорог общего пользования на улицах Радужная и Прибрежная. На эти цели требуется 145 миллионов рублей. Также был поднят вопрос капитального ремонта старого московского тракта. Для этого в следующем году потребуется порядка 100 миллионов рублей. Отдельной темой беседы стало строительство спортивных объектов, фоков и строительство катка. Все необходимые для реализации проектов документы имеются. Общий объем финансирования проектов – 81 миллион рублей. Далее руководители ангарского городского округа обсудили с губернатором актуальные инициативы. Первое касается важного вопроса передачи функций заказчика работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов из области на уровень муниципалитетов. Это позволит усилить контроль качества проводимых капитальных ремонтов и расходования средств. Еще одна проблема, о которой шла речь на встрече – наведение порядка в сфере пассажирских перевозок. Это касается электронного учета льготных пассажиров. В правительстве региона будет создана вневедомственная рабочая группа с привлечением представителей ангарского городского округа, который разработает схему возмещения затрат перевозчикам. Сергей Левченко отметил, что компенсировать необходимо не количество приобретенных гражданами льготных проездных билетов, а непосредственно проезд в пассажирском транспорте, который осуществил гражданин, имеющий на это право. Город Ангарск получает половину всех объемов дотации перевозчикам по льготникам. И для того, чтобы мы понимали, насколько это объективно, мы будем делать совместно с городом электронные билеты и, естественно, электронное слежение за тем, как эти льготы выбираются и чтобы льготы выделялись перевозчикам за конкретное количество перевезенных пассажиров. Конструктивный диалог состоялся. Обе стороны встречи выразили желание работать в направлении развития территории.